МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Николай Васильевич Фёдоров. Генеральный директор санатория «Марциальные воды». Заслуженный работник народного хозяйства республики награждён медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Последний министр торговли Карелии. Больше такого министерства нет. Николай Васильевич любит путешествовать. Объездил весь мир. Не был только в Австралии и в Антарктиде. Но, признаётся, больше двух недель нигде отдыхать не может. Тянет в Карелию. Карелия после Ленинграда и теперь в Санкт-Петербург – это всё. Потому что я приехал после института, окончил свою цельской торговлю, и приехал в Сегежу со всем мальчишкой. 21 год мне было. И у меня запись 6 августа 73-го года. Принят в Карелии на работу. И до сих пор, у 36 лет, у меня только одна Карелия. Поэтому, ну, была попытка в 76-м году, когда три года закончила, уехать обратно в Ленинград. Но вот эти красоты, эти озёра, эти белые ночи – это, в общем-то, и возможности для работы потенциальные. Всё это сложилось так, что Карелия стала основным домом. Вы знаете, какой сегодня день? Вот я вам открою по секрету. Сегодня день рождения Георгия Сверидова. К чему я веду? Ну, мне бы хотелось сейчас запеть «Время вперёд». Нет, нет. Это как раз песня нашего времени. Дело даже не в этом. Мы с вами только что были на благотворительном концерте. А помните, жили мечта. Они единственные исполняют эту вещь в своём репертуаре. Песня «Время вперёд» Мне очень приятно, что эти люди несут не только культуру в наше общество, но и духовность. Я удивлён. Мне-то приятно, что я сам ленинградец. Этот ансамбль из Ленинграда. И сидишь, слушаешь, вспоминаешь своё детство, вспоминаешь тот же Шереметьевский дворец. В каком виде он был и в каком виде сейчас он есть. Всё это было на наших глазах. И Исаакиевские соборы, и храм на крови какой был, и какой спас на крови. И что сейчас делается. И все объекты Санкт-Петербурга возрождались именно с участием народа. Рабочий день генерального директора санатория начинается в 7 утра. Он едет из Петрозаводска в Марциальные воды. И назад. Из Марциальных вод в Петрозаводск. И так не раз в день. Он подсчитал, что за эти 10 лет пять раз обогнул земной шар. До прихода сюда Марциальные воды Николай Васильевич возглавлял акционерное общество. Кстати сказать, процветающее. И по настоятельной просьбе премьер-министра Павла Чернова 10 лет назад принял хозяйство санатория Марциальные воды. Практически умирающего санатория. Каждый понедельник производственная летучка. Ну что, отличники социалистического производства. Если вас снимают сегодня в кино, это не значит, что вы все звезды. Человек он очень непростой. Но руководитель не может быть мягким. Мягкий руководитель – это гибель для предприятия. Это лично мое мнение. У него очень хорошая память. В принципе, если он что-то сказал, если через неделю не спросил, то через неделю обязательно проверит, сделано или не сделано. Мы начинали, конечно, сложно. Некоторое было отторжение, некоторое было, значит, непонимание. Но когда все поняли, что задача у нас одна единственная – сделать санаторий работоспособным, и чтобы люди стали зарабатывать, и люди стали уважать свой труд, вот, было вопросы. Самое главное всегда – это вопросы дисциплины. Мы убрали некоторую расхлябанность, мы сократили непроизводительные расходы, значит, стали экономить рабочее время, создали условия для перевозки людей, создали условия для людей, значит, как сказать, питания и их, значит, с работы. И, в общем-то, стали делать первые шаги свои в том плане, чтобы наладить положение дел в местах общего пользования людей. Это холлы, это коридоры, это места общего пользования, та же столовая, это те же туалеты. Все. И в конечном итоге, вот, по всем этим направлениям стали вестись работы. Пришлось людям несколько раз объяснять, были и жалобы, были недовольны. Но потом люди поняли, что идея-то директор не самоцель какую-то личную ставит, а ставит цель ту, которая необходима для их же блага общего. Я знаю его давно, с 1974 года, когда-то мы, два молодых специалиста, вот так были направлены в Сегежу, как тогда называлось, ударно-комсомольская стройка. И один в направлении общественного питания, второй на строительство. Ну, так получилось, что подружились, хотя он с Ленинграда, я с Саранска. И с тех пор, конечно, наши судьбы и наши, и семей наших переплетались. И я его знал, и по деловым его качествам, и какую школу, и хозяйственника, и политика прошел он. И, естественно, когда мы рассматривали будущее марциальных вод нашего санатория, а он был, остается, я считаю, гордостью республики Карелия, то мы, рассмотрев несколько кандидатур, остановились на кандидатуре Николая. И я думаю, что мы не ошиблись, вот, учитывая, что объект санатория находился в тяжелейшей ситуации. В 98-м году я отдыхал в санатории в апреле месяце, месяц был. Да, да, именно в санатории марциальные воды. Ну, помню, полупустой санаторий, проблемы большие с водой, с горячей, с холодной. В очередь выстраивались в душ, надо было записываться заранее, чтобы помыться, да. Очень холодные номера, выдавали обязательно два этих, ну, два одеяла, и то мерзли. Это апрель месяц. Что же там было зимой, трудно сказать. И вообще чувствовала, что еще немного, и вполне возможно, что его бы пришлось закрыть. Ну, а Николай Васильевич пришел через два года после этого, ну, и начал тут наводить порядки по-новому. Я это время не застал. Я в санаторий пришел в 2005-м году, когда он уже кардинально преобразился. И люди повеселели, а у них появилась надежда. Ну, Николай Васильевич, это бомба, разорвавшаяся бомба. Ну, просто можно сказать, что санаторий поднял на ноги. Большая энергетика, требовательность к персоналу. Ну, знаете, раньше у нас были ведра, стояли ведра, капали, с крышки капало. Сейчас евро-ремонт, новые процедуры. Ну, вводим новшества. Фитнес-центр, он сам по себе очень востребован. Во-первых, там есть тренажеры, коктейль, солярий, инфокрасная сауна. Вот некоторые приехали, например, с деревень, у которых сауна дома. И они с удовольствием идут к нам туда поднимать, потому что они хотят. А вот мы были в соляной пещере. Это дань моде или это действительно как необходимое такое лечение? Это очень даже сильное лечение, которое при заболеваниях, лорозаболеваниях, при аллергии, заболеваниях легких. Самое главное, чтобы это было вне обострения, при псориазе. То есть такой большой комплекс заболеваний, которые можно вылечить людям. Не обязательно для этого ехать на юг, где есть соляные пещеры. Артик-спа. Мы приобрели его недавно, вот в это лето. Это мощный физиотерапевтический комплекс. Туда входит и массаж, и реабилитация, и также лечение света. СПА-капсула у нас для многих процедур используется, в основном, с косметической целью. То есть там 10 встроенных программ идет. То есть водолечебный есть комплекс, есть для снятия боли, антицеллюлитные программы есть, есть программы обертывания, пилинги можно делать. В капсуле в самой много функций достаточно. 30 минут человек лежит, отдыхает, расслабляется, и плюс получает и удовольствие, и пользу. А друг водителю много зависит? Конечно. Конечно зависит. Мне нравится работать. Я закончила Петрозаводский базовый медицинский колледж, а сейчас на данный момент я учусь в РМАТе. Это Российская международная академия туризма, город Москва. Последний курс заочное отделение. Мы поощряем всех до единого человека, кто учится, независимо от возраста. Если человек повышает уровень образовательный в институте, в университете, в каком-нибудь, или учится в школе, или в техникуме, независимо от его возраста, значит, и формы обучения, мы их тоже поощряем в начале учебного года для того, чтобы человек почувствовал внимание предприятия. Ну, естественно, коллективный договор, у нас есть профсоюзная организация, говорит о том, что к юбилеям, к дню рождения, к юбилеям, к рождению детей, подарки родителям, молодым делаем для того, чтобы как-то обучаем своих людей, платим за них деньги. Вот сейчас в Академии курортологии учатся у нас два человека для того, чтобы готовить как бы себе смену. Мы сейчас получили комфортабельный 45-местный теплый автобус, который возят людей. У нас есть магазин, у нас есть возможность женщине все приобрести. Вы строите дом? Да, строим. Вот 75-квартирный дом, запускаем скоро 10-квартирный дом. Где-то процентов 20 у нас ежегодно идет увеличение заработной платы к предыдущему году. Вы захотели, чтобы у вас была связь с наукой. Вот вы такой, да? Вы сейчас работаете, и у вас есть совместные научные разработки с Венградским. Это почему? Как это вы к этому пришли? Вот тоже мыло, которое... Мы полагаем, ну вот видите, простой пример мыла, да? Мы на ассоциации одной сделали презентацию своей грязи, и 7 курортов согласились пользоваться нашей грязью. После этого мы подтянули гетин, научное общество, которое работает в составе ассоциации, и говорим, что грязь – это как бы сырье. И мы уже такой сырьевой придаток по всем направлениям, и по лесу, и по руде, и по всему. Карелия имеется в виду. Да, конечно. Давайте мы поглубже переработаем наш продукт. И поглубже переработали, вот получилось мыло с добавлением 40% нашей грязи. Но мы раньше еще создали несколько кремов. Фастом гель вот есть, вот как бы это только в 3 раза дешевле наш продукт. Нормоактив он называется. Нормоактив. Да, нормоактив. Вот мыло. Мыло сейчас уже более 10 номинований. Мы выпустили серию нашего мыла Кижи. Согласовали с Кижским музеем и с руководством те картинки, которые можно сделать. Дали аннотацию, что это объект ЮНЕСКО. Дали свои все аннотационные материалы, где реализуется, кто мы такие и все. И вот за счет этого мы продали большое количество мыла на острове Кижи. Это каждый кусочек, как бы рекламная продукция, которая уезжает в разные концы нашего... Реклама именно Марсельных вод и Карелии. Да. Мы находимся в ассоциации курортов Северо-Запада. Туда входит, значит, Вологодская, Архангельская, Новгородская область и Ленинградская область и курорты Ленинграда. Всего нас объединяется пока 52 курорта. Ассоциация расположена, руководство ее в Сестрорецке. Курорты – это целая отрасль. Это бизнес большой. Это, в общем-то, охвачено очень много народа. И очень большие средства. И вкладывать необходимые, получается от этого большой эффект. И самое главное, чтобы занимались стратегией курортов. Потому что на сегодняшний день не существует и генерального плана пока развития курорта. На нашем примере рассмотрим. Не существует пока в конечном итоге и генплана курортного поселения. И поэтому это сложно. Для того, чтобы развиваться, для того, чтобы проводить инвестирование, заниматься инвестициями, докладывать о наших потенциальных возможностях, нужно иметь генпланы. Этого пока нет. Эта сложность появляется в этом деле. Пока генерального плана развития курортного дела в республике нет. Но Николай Васильевич со специалистами Санкт-Петербурга разработал план развития территории санатория. А она немалая – 42 гектара. Отремонтированы корпуса. Теперь можно заложить парк. В 2009 году марциальным водам исполнилось 290 лет. Прекрасный повод для начала работы. Как бы мы хотим, чтобы он рукотворный был вот этот, а вокруг него сохранять ту дикую природу, приведенную более-менее на ближайшее состояние, чтобы были зоны для прогулок людей, для отдыха, где-то можно посидеть. А скамейки там все это будет? Конечно, все это будет. Вот тут будет по кругу скамеечки вокруг фонтана. Вот по этой дорожке тоже будет вдоль скамеечки все. А Наташа у нас? А Наташа у нас инженер-озеленитель. Вот мы взяли двух специалистов, правда, Наталья, и еще у нас есть один Оловянников, Евгений, научный агроном, ученый агроном. Закончил сейчас наш ПГУ, поэтому они как молодые специалисты будут внедрять свои знания в практику. Мы же не должны быть хуже других. И в самом деле санаторий «Марциальные воды» теперь не хуже других. Это еще раз было отмечено на заседании Ассоциации курортов Северо-Запада России. Действительно человек инициативный, человек неравнодушный, человек, который болеет за свое дело. И мы прекрасно видим, в каком состоянии сейчас находится санаторий. И перспективы, о которых мы с ним разговаривали, о планах развития. И я думаю, что благодаря его энтузиазму санаторий будет и дальше развиваться. Я думаю, что не было бы Николая Васильевича, не было бы таких энтузиастов, санаторийно-курортное дело у нас в стране было бы на совершенно другом, на низком уровне. А вы скажите, пожалуйста, вот на вашей территории храм, часовня, ведь этого ничего вообще не было. Это какая-то особая часть вашей души православия? Или это просто вот так по традиции строят храмы? Ну, это как? Ну, я не могу сказать, что я человек полностью оциркуленный, так сказать, верую до безумства веры. Я просто полагаю, что когда мы росли, в каждой деревне у нас есть родовое имение, ну, не имение, а родовой дом, который построен еще до революции, в 12-м году, и раньше на этом месте был еще дом, и у меня отец еще, так, рождение дореволюционного был. И у нас в каждом селе была своя церковь, небольшая, и мы ходили на причащение, мы ходили на все праздники, которые были летом, потому что все лето проводили именно в деревнях, нигде-нибудь. И работали, и косили, и заготавливали сено, и копали картошку, и морковку, и все. И в то же время ходили в церкви. И вот в один прекрасный день церковь сгорела по неизвестным причинам. Ну, может быть, хулиганы какие-то, может быть, гроза, говорят, ну, может быть, и гроза эта была. Сгорела. И вот у меня как-то восстало сознание, что село, поселок, ну, не может быть без церкви. И после этого провели собрание с работниками и с жителями поселка, избрали, значит, приняли решение, чтобы организовать здесь приход. И мы зарегистрировали приход. Ну, и после того, когда приходом зарегистрировали, конечно, уже отступать было некуда, и мы решили построить церковь. И так общими усилиями вот получилось то, что получилось. У нас теперь есть и церковь, построена во имя иконы Божьей Матери, живоносный источник. И на пятый день после Пасхи у нас уже третий год подряд наш святейший Мануил проводит здесь службу, и уже появилась традиция такая. Вы крещеный человек? Да, я крещеный. Не крестился я в Никольской церкви, родился я в Санкт-Петербурге. Я думаю, что одно из главных все же, да, что он из Санкт-Петербурга или тогда Ленинграда, и еще раз подчеркиваю, с Лиговки. И если вспомнить еще раз Высоцкого, да, система коридорная, на всех одноуборная. Потому что мы когда вот в конце 70-х, 80-х годов приезжали к его маме там, ну, или ездили на концерты там, или вот так даже мы в пятницу выезжали, в субботу вечером возвращались, заказ спектакля смотрели. И я был знаком и с его друзьями, которые тех времен были вообще. Николай был у них помладше, как они, коляша тогда еще сопливый бегал. И, конечно, вот эта компания, конечно, в те годы 50-е могло быть все. И там 60-е могло быть качнуть в одну сторону и в другую. Но вот, наверное, стержень тех вот ребят, та школа, которой он был, а он, слава Богу, там прожил более 20 лет, значит, она, конечно, дала свои плоды. Всегда мне отец говорил, что надо прежде всего рассчитывать на свои собственные силы. Поэтому вот если этот девиз в жизни воплощать, то мы так и живем, что рассчитывая на свои собственные силы. Я обратил внимание, потому что вот за эти годы, это уже больше 35 лет, конечно, я ни разу не видел, чтобы вот он как-то падал духом, будем так говорить. Он никогда не унывал. А такие были тяжелые ситуации, 90-е годы, особенно начало 90-х. Я знаю, даже когда тяжело, иногда звонишь ему, так встречаемся. Порой и он и меня поднимал даже в этом направлении. Поэтому вот это одно из главных качеств. И, конечно, порядочность его. Вот тут ни он, ни я, наверное, не можем простить подлости. Вдруг, не дай бог, ну, вам придется поменять еще раз работу. То, что работу придется, ну, такие предпосылки могут быть, это абсолютно точно. Но я думаю, что мы, ну, я продолжу работу в этом же, ну, буду менеджером, но в предприятии, которое будет принадлежать мне. Самая большая, может быть, ваша удача, как менеджера, и, может быть, ошибка. Вот. Это как? Сложный вопрос, да. Видите, я над этим вопросом не задумывался. Удача, вот сегодня в разговоре, у удачи много друзей, понимаете, у любой. А вот у неприятностей и у провалов друзей нет. И как раз, когда провалы и неприятности, ты ощущаешь себя сиротой. А так практически, я полагаю, что, ну, чтобы было за что-то стыдно или себя корить до такой степени, что ты сделал не так, я думаю, что, ну, пока этого не произошло еще. Когда тебя спрашивают, как ты живешь, и потом сами же себе отвечают, ну, как ты можешь жить? Ты же каждый день на курорте. Вот, когда смотришь, вот все, такая необыкновенная красота, и думаешь, ну, вот что человеку нужно для счастья? Слушайте, почему столько жестокости, почему столько, вот, зависти, какой-то несправедливости? Ну, что нужно еще для счастья? Скажите, как вы это понимаете? Ну, мне бы хотелось вспомнить здесь фильм «Доживем до понедельника». Все самое истинно гласит устами ребенка. Как-либо молодой человек написал «Счастье», когда он сжег все сочинения, «Счастье тогда, когда тебя понимает». Вот, наверное, кратко если сказать, что, когда ты работаешь, тебя понимают, все спорится, дома тебя понимают, друзья тебя понимают, и, в общем-то, ты услышан, востребован. Конечно, вот это и счастье. Еще надо уметь замечать хорошее во всем. Если, ну, отрицать все там или на всех обижаться, не будет результата никогда. Мне еще понравилось очень высказывание Мануила, святейшего нашего, когда к преддверии 90-летия, он был 3 июня, и я был на праздничном обеде. В Солите республики. И тогда можем на Бога надеяться, и все будет у нас хорошо. Так и живем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok